Две пленарных недели до конца сессии и никаких грандиозных планов. Верховная Радия в ближайшие дни хотят посвятить вопросам нацбезопасности. Впрочем, куда больше депутатов беспокоят газовые темы. Сразу несколько глав фракций потребовали отчета от главы Нафтогаза. Почему все так хотят видеть Коболева и что хотят от него услышать, подробнее в нашем материале. После предыдущей пленарной насыщенной недели предстоящая обещает быть полегче. Хотя завтра нардепы все же планируют укомплектовать законодательную базу для создания антикоррупционного суда. Для чего нужно проголосовать за два технических документа. Еще осталось проголосовать за два достаточно технических законопроекта. Первый, первый, про внесение, про запуск антикоррупционного суда. Он будет внесен уже завтра, вызначенный как неведкладный. И также законопроект 74-41 про внесение изменений до законопроектора по судоустриту и статус судов. В Комитете по нацбезопасности тем временем готовят ко второму чтению закона нацбезопасности. Тот самый, который призван адаптировать украинскую армию к стандартам НАТО. После принятия в первом чтении эксперты ПСА звернулись с пропозициями о ряду уточнений по данному закону. В частности, это касается поселения гражданского парламентского контроля надзвройными силами, создания специализированного комитета по развитию структуры Верховной Рады Украины. И на заключенной рабочей группе большинство этих пропозиций было адаптировано. Нет его подготовленным к другому чтению. Есть неведомый текст, написанный неведомыми людьми, в неведомом месте, в неведомый способ. В законопроекте нет ни стандартов командования и управления соответственно до НАТО, ни парламентского контроля за оборудованием, ни парламентского контроля за оборонным бюджетом. По планам спикера, зал увидит документ в среду, тогда же начнет рассматривать. К нему около тысячи поправок справиться планируют в четверг. Но главы фракции предлагают задуматься не только о национальной безопасности, но и энергетической. Сразу несколько полицил вызывают в Раду главу «Нафтогаза» для разговора. Вопросов целый список недоумения вызывают не только премии сотрудникам на 46 миллионов долларов. Сегодня вся страна увидела премии за суд с Российской Федерации, с «Газпрома». Это ближайший пилотаж цинизма. Я, дорогие, увидел величезную тревогу в очах руководителей органов местного самоврядувания. Эта тревога вызвана сообщениями «Нафтогаза» про отключение газа от объектов теплокоммуненергии. Как не было на часе постановы 8108, которую мы зарегистрировали, которая будет защищать объекты поливно-энергетического комплекса в период опаздывания сезона. Негайно вызвать пана Кобелева на звезд в парламент. Компания, которая задекларировала 1,7 миллиарда долларов прибутков, просит, бегает по свету, 250 миллионов долларов на закупку газа на следующий год. Почему? Под какие процедуры? Для чего это сделано? Мы узнаем о том, что Кобелев введет переговоры с Соросом о продаже Укргаз-выдобывания. С рассмотрением того великого общественного резонанса, который вызвали определенные действия руководителя «Нафтогаза», мы поддерживаем инициативу, чтобы руководитель «Нафтогаза» был вызваны в парламенту, чтобы произошла беседа, как говорят, с первого года мы услышали все эти вещи и принимали решение. Кроме главы «Нафтогаза», в Раду зовут и министров. Я считаю, что уряд должен вызвать перед парламентом, как он отработал два года, и что он планирует действовать в сегодняшней ситуации, когда в стране вырует экономическая кризия. Найбільш кричущий случай – это ситуация в угольной галузе. Завтра шахтеры приезжают перед Верховной Радой, требующие ограничения зарплаты. Сегодня 33 государственные шахты, которые работают в Украине, имеют заборгованность по зарплате с березня. 30 тысяч людей остались без зарплаты. Поэтому законопроект 83-62 должен быть завтра принят в парламент. Этот законопроект надает изменения до бюджета, которые позволяют развязать погашение заборгованности зарплаты. Придет ли правительство под купол – непонятно. Пока известно, что члены Кабмина и премьер приглашены на заседание профильного комитета, где должны заслушать отчет о результатах выполнения программы деятельности Кабмина в 2017 году. А вот вопрос посещения парламента руководством «Нафтогаза» пока остался только требованием.